Спасти детскую музыкальную школу. В Доброславе бывшая Коминтернова. Молодые музыканты и их преподаватели могут оказаться на улице. В связи с реформой децентрализации школу расформировали. Район должен передать ее в собственность территориальной громаде. Пока процедура идет, всех преподавателей уволили. Дети не занимаются. Благо, чиновники временно могут списать ситуацию на карантин. Нам пообещали, все будет нормально. По факту, в рудні вчителей звільнили. Звільнили незаконно. Зараз частина вчителей, напевно, будет подавать до суду. Звільнила директор школы, а вона на подставе наказу отдела культуры Лиманской районной державной администрации. Родители детей говорят, что идея ликвидации школы уже давно витала в воздухе. А тут подвернулся удачный повод – децентрализация и карантин. Преподавателей уволили, еще и обязали подписать документ о согласии с этим решением. Подписали не все, а впереди суды. Нам сказали, что денег нет, у нас только будет до декабря месяца. Но мы, деякие вчители, не верили в это. Деякие верили. Вот я всем говорила, надо подниматься вопрос раньше. Но все говорили, что мы давай подождем, подождем, ну и дочекались. Председатель громады заверяет, что заинтересована в сохранении школы. Однако местный бюджет не потянет финансирование в том же объеме. Доброслав готов содержать музыкальное образовательное учреждение, но при сокращении затрат минимум на 50%. Не мы расформировали район, не мы это делали. Сегодня в такой ситуации находится очень много людей в районе. Очень много людей. Вас попередили, вам выплатили компенсацию. У вас будет возможность прийти в кого-то, кого-то возьмут, кого-то не возьмут. Такое життя. Председатель уверяет, что поднимал этот вопрос на уровне области. Однако ни губернатор, ни его замы не изъявили желания помочь. Процедура следующая. Новосозданный райсовет ликвидирует школу. Потом сессия Доброславской ОТГ принимает решение о создании на ее базе коммунального учреждения. Через прописанную в законе процедуру выбирают директора, который после набирает штат, исходя из финансовых возможностей. Процедура займет примерно до полугода. Пока же талантливые дети, которых приглашают не только на всеукраинские, а и на международные конкурсы, занимаются удаленно. Есть ли такая формулировка вообще допустима по отношению к музыкантам? А преподавателям остается просто уповать на лучшее. Занятость им никто не гарантирует даже после смены формы собственности школы. Константин Гречан и Константин Нищерет, телеканал Репортер.